Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Продолжаем говорить о комнатных цветах? Продолжаем. Но вначале хочу сказать, что вот этой сегодняшней передачей мы завершаем год нынешний. И я хочу поблагодарить наших телезрителей за то, что они смотрят нашу передачу. Хочу поздравить их с наступающим Новым годом и пожелать в Новом году радости, тепла, хорошего настроения, солнечных дней побольше, хорошей погоды и замечательных урожаев. Ну и возвращаясь к теме нашей передачи сегодняшней, комнатные цветы, я хочу сказать, что зимой меня комнатные цветы радуют больше, чем летом. Наверное, и многих. Ну, потому что летом есть дача, зелень вокруг, ты выходишь на улицу, парки, скверы, а вот зимой уже с зеленью проглево. Зимой становится склево. И возвращаясь к теме нашей сегодняшней передачи, я хочу сказать, что вот лично я больше люблю и больше обращаю внимание на комнатные цветы зимой. Они меня больше радуют зимой. Ну, наверное, как и большинство наших телезрителей, летом как-то у нас есть чем заняться, вокруг зелени много, осенью тоже буйство красок. А вот зимой как-то становится на душе тоскливо, и без комнатных цветов зимой нам, я считаю, просто не обойтись с вами. Мало того, что они украшают нашу жизнь, украшают наши квартиры, они нам помогают пережить вот эту долгую зиму, побороться с вирусами и бактериями, потому что и воздух очищают, и увлажняют его. И, конечно, очень нам помогают в нашем абонетите, чтобы он был крепким, чтобы мы с вами не болели вот этими всякими простудными заболеваниями. Кроме того, хочу сказать, даже те, кто не очень хорошо знает цветы, он может всегда подобрать себе самый простой неприхотливый цветок и начать заниматься комнатным цветоводством. Ну а уж асы, у которых легкая рука, которые много знают о цветах и хорошо с ними обращаются, они могут вырастить практически любой цветок. Цветов изобилия очень большое количество. И вы, чем привлекательны комнатные цветоводства, что вы можете вырастить любое растение, которое в наших климатических условиях не растет, не растет в открытом грунте. А вы пришли в магазин, увидели замечательный экземпляр и можете его вырастить. Я знаю, многие выращивают и плодовые даже деревца, и лимоны, и апельсины, и мандарины. Такие экзотические растения, которые цветут очень редко, они знают, как к ним найти подход. То есть я хочу сказать, дорогие наши любители комнатных цветов, все в ваших руках. Наталья Викторовна, где лучше всего покупать комнатные цветы? Чаще всего мы, конечно, с вами идем в специализированные магазины, в цветочные магазины. И там можно, выбор, конечно, огромный, можно купить практически на любой вкус, на любой кошелек, на любой выбор. Но мы уже говорили с вами не один раз о том, что импортные цветы, а таковых сейчас в продаже большинство, они продаются в субстратах специальных. И такие цветы нужно пересаживать. Некоторые считают, что не нужно пересаживать. Но вы знаете, на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то не пересаживает, и у него хорошо растут. А кто-то и пересаживает, но они погибают. Тут уже нужно, понимаете, к растению найти индивидуальный подход. Но хочу сказать, конечно, желательно импортные растения пересаживать, потому что субстрат есть субстратом. И растения импортные, они продаются в горшках совсем других. Я хочу вам показать горшок, вот такой импортный горшок, но дело тут даже не импортное, отечественное. Они продаются, цветы импортные, вот в таких горшках, в которых очень много дренажных отверстий. Мы обычно сажаем, где у нас... То есть вода не задерживается совершенно. Конечно, она тут же проходит, потому что они, эти горшки с таким большим количеством дренажных отверстий и с вот этим субстратом, они предназначены для того, чтобы горшок постоял у вас какое-то время, отцвел и все, и благополучно закончил свое существование цветок. Мы же с вами рассчитываем на длительную жизнь комнатных цветов. Кроме покупки в цветочных магазинах, можно у частных товарищей купить, на рынке, у бабушек, которые продают комнатные цветы, у частных лиц. И здесь, конечно, это чем хороший способ, что цветы, которые продаются частниками, они более приспособлены к жизни в наших квартирах, потому что они дома доращивались, выращивались в комнатных условиях, они растут в грунте. Но надо, чтобы такой надежный был продавец, который продаст именно то, что вам нужно, потому что там можно у частника купить, как говорится, кота в мешке. Вам продадут любое растение, назовут его, как вам нужно, а на самом деле это будет совсем другой цветок. И, конечно, самый надежный, пожалуй, способ, это если вы едете на специализированную выставку, там есть коллекционеры, селекционеры, которые продают именно то, что вам надо. Я была на одной выставке фиалок, там, конечно, изобилие, разнообразие, такая гамма цветовая, и можно купить вот тут же от этот росточек, от конкретного цветочка, укорененном горшочке, все как положено. Здесь самый, конечно, надежный способ вот этой покупки цветов. Но хочу сказать сразу, где бы вы не покупали комнатные растения, точните с того, что не просто зашли в магазин, увидели, взяли горшок и привезли на кассу оплачивать, платить деньги за покупку. Обязательно осмотрите растения. Вот все время говорю об этом нашим любителям комнатных цветов. Не забывайте, должно быть растение здоровым, в первую очередь. Иначе можете занести своим комнатным цветам, которые дома, и болезни, и вредителей, потому что не увидели что-то, просмотрели, или растение будет нездоровое, или уже там корни подгнившие, или листочки вялые. Вы помните, как мы принесли в студию нашу фиалку? И она была в такой красивой упаковке, и что же было, когда мы сняли упаковку? Оказалось, что там практически все листочки, они уже сгнили. Просто они держались на последнем бездыхании, цветок был и подкормлен, и обработан. И если не заглядывать вот в эту упаковочную коробку, то можно принять желаемое за действительное. Поэтому внимательно осматривайте. Листья должны быть равномерной окраски, зеленые, без пятен, без повреждений. Самое главное, посмотрите, нет ли болезней, вредителей. И, конечно, старайтесь купить молодое растение. Это идеальный случай. Потому что многие покупают цветущие растения. Чем больше на нем цветов, тем считается это такая удачная покупка. Хочу вас разуверить, лучше купите растение с бутонами. Тогда вероятность того, что по приезду домой, оно у вас будет продолжать расти и цвести. Поэтому вот такой должен быть обязательно осмотр перед покупкой растения. Наталья Викторовна, стоит ли покупать цветы зимой? Или лучше отложить это решение до весны? Я считаю, что цветы покупают в любой сезон. И зимой, и летом, и осенью. И, конечно, многие побаиваются, что если будешь покупать цветок зимой, то он плохо приживется. Во-первых, зима – холодное время. Как его купить, как его довести до дома? Хочу сказать, что часто цветы покупают зимой. Новый год грядет ведь. Куансеттию дарят. Очень часто, потому что цветок – это рождественская звезда. Его дарят на Рождество. И его и завозят в магазины. Он сезонный цветок. Поэтому его раскупают в преддверии Нового года. Дарят орхидеи, тоже цветущие. Дарят фиалки, азалии. Много цветущих цветов. Летом, честно скажу, как-то не до цветов, не до покупки. Потому что заняты многие дачники на даче, там выращивают свои цветы в открытом грунте. А зимой, когда вот наступает такая немножко депрессия у некоторых, хочется, чтобы было побольше зелени, идут в магазины покупать. Не бойтесь покупать цветы зимой. Просто здесь нужно подумать о том, как это растение доставить домой. Идеал-магазин, зная, что вы будете покупать цветок, запаситесь бумагой, газетой. Попросите продавца, чтобы вам хорошенечко завернули цветок в бумагу. Потом поставьте в целлофановый пакет, можно в два пакета. И если вы на машине, тут проблем, конечно, нет. Если просто будете идти домой, я думаю, что ничего страшного не случится. Вы принесете домой в целости и сохранности. Там будет как бы термо такая изоляция будет вашего цветка. И ничего страшного, за эти несколько минут, которые вы будете нести цветок по улице, с ним не случится. Так что покупайте цветы зимой тоже. Наталья Викторовна, итак, мы приобрели комнатное растение в специализированном магазине зимой. Принесли его домой. Что мы с ним делаем дальше? Оставляем в таком же виде до весны? Нет, в таком виде мы его оставляем где-то на час. То есть принесли цветок домой, поставили его. Не раскрывайте. Вот поступайте так, как вы поступаете при покупке бытовой техники. Привезли вам холодильник или телевизор с улицы, с холода, вы его оставляете в коробке, чтобы температура уравновесилась, чтобы немножечко сгладить вот эти перепады температуры. Потому что, а цветок, он же, это вам не телевизор, это вам не стул, понимаете? Он живой. И для него переезд, переноска из магазина, где было тепло, влажно, на улицу, потом снова домой, и вот эти резкие перепады сразу же откроете, для него это будет шок. Вообще-то для растений все вот эти переезды, переносы, для него шок. А тут вы можете немножко этот шок сгладить. Поэтому на часок оставляйте растение в упаковке. А вот через час, ну, я говорю приблизительно, условно, постояло у вас растение некоторое время, открыли упаковку, и сделайте второй досмотр растения. Ну, он же не такой будет тщательный. Просто посмотрите, как вы его перенесли. Потому что часто бывает во время транспортировки, во время переноса домой, сломалась веточка, сломался листик, где-то травмировался, согнулся, цветочек упал. И если такое увидели, сразу вот эту веточку, листик удалите. Потому что растение все равно не восстановит вот этот побег сломанный, понимаете? А будет тратить свои ресурсы, уже такие оставшиеся, на восстановление вот этого уже погибшего фактически листика или побега. Поэтому обрежьте, не переживайте насчет этого, и, конечно, растение сразу не поливайте. Скорее всего, на магазине было полито, поэтому не спешите с поливом. Пусть день-два постоит без полива. Пусть привыкнет и к воздуху в вашей квартире, и к температуре. Потому что там, где оно было, там были совсем другие условия. Пусть немножечко вот постоит вот так. Зачем растению нужен карантин? Обязательно нужен карантин. Мы допускаем ошибку такую, что сразу принеся растение, раскрыв его, сразу поставили на окно к остальным комнатным цветам. А растение должно пройти период адаптации. Вот смотрите, оно росло или в оранжерее, или в магазине. И там растение нужно было так преподнести нам, покупателям, чтобы оно нас прельстило, чтобы мы купили его. То есть оно должно быть цветущим, красивым. Чтобы оно было красивым и цветущим, его обрабатывают и стимуляторами роста, и гормонами. Ему создают такие условия, чтобы оно все свои силы отдало на цветение, чтобы оно было красивым, нарядным. Обрабатывают и против болезней, против вредителей. И, конечно, знают некоторые секреты, даже продавцы магазинов цветочных, они знают, как растение выставить в лучшем свете. И вот когда мы растение покупаем, приносим домой, мало того, что оно испытало шок от переноса, перевозки домой, оно лишилось всего того, что было в оранжерее или в магазине. Влажности повышенной, той же температуры, тех гормонов, биостимуляторов. Оно очутилось у нас с вами дома. И вот на недельку мы должны устроить ему как бы карантин, не ставить его к другим растениям на подоконнике, а ставить его где-то подальше от света, не на ярком свету, не на тёплом месте, а где-то на столике при окне, где-то поставить на стол. И пусть оно недельку постоит, потому что вот через неделю проявится истинное состояние нашего цветка. Когда оно без дополнительных гормонов, биостимуляторов, регуляторов роста, оно начнёт жить самостоятельной жизнью. Вот мы поймём, что мы с вами приобрели. Нормальное растение или оно начнёт признаки уведания, усыхания и тому подобное. Поэтому карантин нужен. Не спешите ставить растение сразу комнатным цветам. Вдруг вы что-то проглядели. Может быть где-то тля или паутинный клещ, или щитовка, или какое-то начало заболевания. Это всё проявится во время карантина. Наталья Викторовна, мы приобрели растение, провели карантинные мероприятия. Как дальше мы ухаживаем, если всё, что вы посоветовали... Идеально, будем надеяться. Всё идеально. Все советы наши телезрители учли, послушались и сделали так, как вы сказали. Что мы делаем дальше? Как мы дальше ухаживаем за растением? Через недельку после карантина можно его ставить к другим комнатным цветам на подоконнике. Вы должны заранее уже выбрать место, где оно у вас будет стоять. Потому что большинство комнатных цветов не любят, когда их носят с места на место. Вот недельку постояла в одной комнате, потом вы перенесли на другой подоконник, потом на кухню. Цветам это не нравится. Заранее вы должны определить, где оно у вас будет стоять. Но идеальными считаются, таким универсальными, скажем так, это восточная и западная сторона. Вот это самое милое дело для большинства цветов. Потому что на северных наверняка не будут расти ваши цветы. На южных подоконниках тоже не каждый цветок выдержит. А вот на западный подоконник или на восточный, милое дело, они там будут у вас хорошо себя чувствовать. Единственное условие, что не ставьте близко к стеклу цветы. Ну хорошо, когда широкие подоконники. А что делать тем, у кого они узкие? Но все равно старайтесь, чтобы листья не дотрагивались до стекла. Зимой это чревато тем, что листья могут замерзать. Стекла, как правило, холодные. А летом наоборот, стекла нагреваются от солнышка и могут быть солнечные ожоги. И если вы выбрали место, поставили свой цветок и начинайте ухаживать, ну зная какой это цветок, что он требует, ухаживать соответственно тому, что требует это растение. Конечно, поливы. Поливаем мы не взяли кружку, воду набрали из-под крана, полили. Это не тот способ. Обязательно отстоявшейся водой, комнатной температуры. Обязательно, чтобы воду из-под дона сливать. Конечно, пыль не украшает растение комнатное, это я вам точно говорю. И обязательно нужно протирать пыль, удалять. Может устраивать душ растению. Но опять же, в зависимости от того, какое у вас растение. Какая у него поверхность листьев. Если это фиалки, конечно, они не любят душ, потому что у них ворсинки на листочках. А если растение с крупными листьями, да, вот как у нас стоят с вами, и сенсивьерия, и шефлера, и замиокулькас. Вот они очень любят, чтобы им увлажняли, делали душ или протирали листочки. Конечно, если это сухой воздух, можно опрыскивать растение из пульверизатора. То есть уход, как обычный. И хочу сказать, что растения, существа живые. Они чувствуют и ваше настроение, и нужно с ними и разговаривать, и с любовью ухаживать за ними. Потому что реагируют и на наш голос, и на наше поведение. И учитывайте это обязательно. Поэтому завели комнатный цветок, ухаживайте с любовью, занимайтесь. И тогда комнатный питомец вам отплатит зеленой окраской листьев и цветением своим. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. С наступающим вас Новым годом и рождественскими праздниками. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Увидимся в Новом году. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин